приветствую вас товарищи трейдеры это очередной еженедельный обзор финансовых рынков напоминаю что меня зовут евгений багураев я являюсь трейдером аналитиком и преподавателем высшей школы биржевой торговли и инвестирования и так на прошлой неделе мы рассматривали по евро доллару продажи после пробития наклонного канала который защищал восходящее движение коррекции обязательной и после этого у нас была продажа впрочем здесь и была продажа как видите до профита ожидаемого 11704 цена дошла легко профит был небольшой в районе 60 пунктов но зато уверенный после этого у нас было восходящее движение после этого опять нисходящее что дало нисходящую конструкцию уровня h2 которая сейчас кстати пробита наклонным каналом вот наше пробитие вот здесь вот принципе видно что нам это дает нам дает возможность завершение нисходящей конструкции то есть возможно вот это вот волна вверх а восходящая вот это вот волна б ну здесь уже б получается стала трехволновая вот она волна б нисходящая то есть коррекционная ну предположительно коррекционная потому что мы узнаем только тогда когда состоится фср но это нам дает возможность искать покупки по этой валютной паре и по более выгодным условиям давайте разберем эти условия вот я строю наклонный канал уже по существующей нисходящей конструкции как видим сейчас у нас прошлый час закрылся что-то похожее на фигуру молот и сейчас вроде как начинает вот это вот восходящее движение поэтому для того чтобы покупать нам валютную пару евро доллар нам нужно пробить наклонный канал который вот мы только что построили после этого обязательно получить коррекцию и можно как внутри коррекции так и на пробитие максимума открывать ордер на покупку это будет точка входа внутри коррекции под волна а под волна b и под волна c такая точка входа внутри коррекции и на пробитие то есть когда мы пробьем вот этот вот максимум который у нас состоится пока у нас его нет поэтому на каком уровне мы разбирать не будем потому что он может быть в принципе где угодно нам главная задача это пробить наклонный синий канал который вот мы построили по нисходящей конструкции и на пробитие тогда можно будет уже ставить ордер на покупку все такие вот у нас покупки а также если пробьем зеленый наклонный канал который защищает конструкцию уровня h8 мы тоже можем спокойно покупать вот это вот будет импульс коррекция и импульс также или внутри или на пробитие мы покупаем то сейчас у нас пока покупки почему потому что уровень 11704 задержал продавцов в принципе уровень очень сильным его разбирали еще очень давно и как видим он продолжает сдерживать то есть это хороший уровень поддержки который пока еще не пробит поэтому лучше рассматривать продажи только ниже этого уровня то есть мы должны его пробить должны закрепиться уже за ним то есть ниже этого уровня и если мы закрепим все это можно как на коррекции так и на внутренних каких-то подволна то есть такая будет подволна вниз а вверх коррекция b и вниз c вот такие вот могут быть продажи но продажи как я уже сказал лучше рассматривать ниже уровня 11704 потому что в принципе сейчас цена находится возле этого уровня и продавать возле сильного уровня а мы видим что он реально сильный я думаю что это не стоит делать принципе вот как раз и есть это наша зона прошлой недели вот она зона высокого спроса прошлой недели и мы сейчас находимся по центру этой зоны вот ровно ровно по центру а поэтому мы в принципе можем в обе стороны смотреть то есть если покупка на ретесте зоны прошлой недели на уровне 1 1796 переводим сделку без убыток и на уровне 1 1880 закрываем сделку с прибылью если мы пробьем уровень 1 1772 для того чтобы продавать лучше конечно оказаться ниже 1 1696 пробить зону высокого спроса прошлой недели после этого сделать ретест и уже на ретесте искать точку входа на продажу короткие продажи могут быть ниже уровня 1 1722 но такие продажи являются рискованными и если мы будем продавать здесь пытаться какие-то ранние точки входа ловить то обязательно на уровне 1 1704 переводим сделку без убыток то есть если мы входим на какие-то ранние продажи или ранние покупки обязательно переводим сделку без убыток потому что если пойдет нашу сторону то все будет хорошо мы без убыток не получим если цена дальше будет болтаться в своем каком-то флейте то лучше закрыть сделку с безубытком там или какой-то маленькой прибылью чем получить убыток то сейчас у нас флейт поэтому мы можем рассматривать сделки в обе стороны фунт канадец что у нас здесь было а мы рассматривали покупки выше наклонных каналов они здесь не случились принципе вот здесь должны были плюс фильтр поставить отложенный ордер плюс фильтр 23 пункта ну помните фильтр 23 пункта и фильтр равны спреду здесь пробит максимум не был вот она эта точка в принципе мы дошли до этой же зоны для чего нужен фильтр вот у нас кстати доказательство тому что фильтр нужен то есть мы дошли до этой точке мы сделали фигуру двойная вершина и пошли вниз то есть всем известная фигура двойная вершина поэтому обязательно ставим фильтры для покупок и для продаж обязательно 23 пункта фильтр то что лучше их не добрать но при этом если вы посмотрите статистику по сделкам сделанным с фильтром у вас будет намного меньше стоп лоссов это окупается эти два три пункта они окупаются здесь было пробитие наклонного канала который мы с вами строили вот он наш наклонный канал вот наклонный канал здесь было пробитие коррекция импресс вот она была продаж очень простая продажа после этого было ретест уровня 164 30 о котором мы с вами говорили то есть первая сделка у нас закрылась как мы и планировали по уровню 138 и 2 на наклонном канале то есть это вот эта вот сделка она закрылась после этого была коррекция сделан был ретест уровня 164 30 здесь тоже была продажа сделка была уже закрыта по уровню 162 35 который мы с вами до этого тоже рисовали то есть уровень известный здесь было две сделки и обе сделки были на продажу и сделки были очень удачны первая сделка маленькая очень вторая сделка уже более прибыльная сейчас у нас по паре фунт канадский доллар исходящее движение об этом говорит коричневая конструкция и не пробитый наклонный канал и также цена находится ниже уровня 162 35 очень сильный уровень как видим цена коснулась этого уровня и началась такая довольно хорошая коррекция в районе 100 пунктов поэтому уровень сильный уровень на данный момент скорее всего будет зеркальный поэтому мы можем рассматривать продажи от уровня так давайте мы его сделаем больше так вот мы его поправим уже по текущей ситуации вот впрочем сейчас у нас уже рисуются продажи то есть вот она наша восходящая свеча которая пробила увеличу пробила минимум для чего нужно это пробить а для того чтобы здесь сработали чьи-то стоп лоссы и сработали отложенные ордера на покупку те кто не смотрит за направлением тренда здесь поставили ордер на покупку то есть они подумали что все дальше вниз не пойдем и скорее всего пойдем вверх я же так не считаю мы очень даже можем пойти вниз поэтому если вот она наша в принципе мы еще до уровня не дошли не дошли совсем чуть-чуть но все таки мы до него не дошли поэтому лучше подойти к уровню 162 23 и уже от этого уровня продавать опять-таки продавать когда закроется свеча закроется часовая свеча потому что мы можем подойти можем пробить и в принципе пойти дальше поэтому с минимальным риском на ретесте можно уже в принципе сейчас даже по рынку это с минимальным риском продажи почему с минимальным потому что цели получаются очень небольшие вот наш примерный уровень в районе 60-70 пунктов цель для такой продажи то есть это очень маленькая цель и если подойдем к наклонному каналу то можно опять-таки продавать от наклонного канала это цели для продаж так давайте разберем еще цель для продаж более безопасную основанную именно на волновом анализе вот наклонный канал восходящей конструкции вот наш наклонный канал что это за наклонный канал и чего откуда он взят вообще вот она волна исходящее a восходящая нисходящая коррекционная b и вот наш а цель у нас принципе вот этот восходящей фзр восходящая конструкции она состоялась вот мы ее видим поэтому более безопасные продажи на завершение вот этой восходящей конструкции душе эта конструкция она небольшая но она восходящая она все-таки имеет место быть поэтому нам сейчас нужно пробить наклонный канал после этого обязательно скорректироваться и после этого на пробитие минимума плюс два пункта фильтр мы ставим отложенный ордер на продажу да мы сейчас находимся на самом дне практически но как видим по фунту канадцу коррекции небольшие то есть вот тоже была небольшая коррекция впрочем здесь она почти такая же здесь у нас 90 пунктов здесь было 100 пунктов в принципе то же самое поэтому вот такие вот могут быть продажи это более безопасные продажи естественно на минимуме мы переводим сделку без убыток можем даже перевести ее на пивоте вот наш пивот уровень 165 15 здесь можно будет сделку перевести без убыток потому что очень может быть такое что это какое-то новое восходящее движение которое будет состоять из а вот этой вот которая пробьется и завершится вот этой бы которые нарисовал и вот такая будет какая-нибудь c поэтому смотрим опять-таки на наличие дивергенции смотрим на свечной анализ который тоже в принципе нам всегда помогает для того чтобы покупать в любом случае мы должны оказаться выше 162 22 и обязательно закончить коричневую конструкцию по-другому покупать я думаю не совсем логично потому что у нас движение нисходящее конструкция нисходящая которая не завершилась мы должны пробить сделать коррекцию и внутри этой коррекции мы уже ищем точку входа на продажу точку входа на покупку извиняюсь это что касается покупок как мы разобрались только после завершения конструкции давайте посмотрим по профилю что он нам здесь показывает в принципе сильно было движение поэтому максимум прошлой неделе у нас находится очень высоко поэтому здесь лучше ориентироваться именно на уровне вот наш уровень в принципе здесь мы его уже разобрали этот уровень пробили сделали ретест зашли на покупку опять-таки до следующих целей вот она зона вакуума вот она зона вакуума в районе 162 81 сюда можем подойти то здесь мы переводим сделку без убыток после этого на уровне пивота вот наш уровень пивота 163 27 закрываем часть прибыли и дальше уже по уровням идем это на покупку на продажу мы с вами разобрали по волнам в принципе может быть неплохая продажа если завершим восходящую вот эту вот конструкцию по фунту австралийцу здесь была сначала покупка покупка сработала в принципе и была закрыта закрыта почему я объясню здесь мы ставили отложенную ордер на покупку вы помните да здесь он в принципе сработал после этого была коррекция и после этого импульс и образовался на графике h1 падающая звезда фигура падающая звезда разворотный паттерн который очень хорошо отрабатывается но здесь кроме того что образовалась вот эта падающая звезда здесь еще образовалась дивергенция которая сказала о слабости покупателей поэтому здесь была закрыта сделка в принципе она была закрыта в нуле там или два пункта убытка или два пункта прибыли ну я в принципе такие пункции не считаю поэтому здесь была закрыта сделка а что после этого произошло после этого был пробит наклонный канал восходящие вот этой вот конструкции вот на пробитие наклонного канала коррекция то есть же самое, что мы с вами делаем всегда. И здесь была продажа. То есть вот ниже этого уровня была продажа. Взятие прибыли 138,2 по FIBA. Опять-таки от чего 138,2 по FIBA? Давайте разберем. Вот она наша главная конструкция. Вот она волна вниз A, вверх B, коррекция и вниз пошла C. И вот как раз от этой конструкции мы натягиваем FIBA сетку на эту конструкцию и 138,2, 161,8 берем в профит. Все, в принципе, как всегда. То есть все одинаково. Но здесь был еще уровень. Этот уровень, если я поставлю на V1, то вы его увидите. Вот он наш синий уровень. И вот здесь вот он тестировался. Если я уменьшу, то вы увидите, что он много где тестировался. Вот он тестировался. Вот он был уровнем сопротивления. Здесь он был уровнем сопротивления. Здесь сопротивление. Здесь поддержка. То есть уровень очень сильный, поэтому я его еще давно нанес и на нем в принципе закрыл то здесь тоже было в принципе хорошие продажи что сейчас сейчас у нас явно нисходящее движение то есть у нас есть нисходящая конструкция уровня h2 вот она под волна волна а волна b и волна c нисходящей конструкции что защищает нисходящую конструкцию естественно наклонный канал поэтому для того чтобы рассматривать покупки нам в любом случае нужно пробить наклонный канал если мы его не пробьем то никаких покупках речи быть не может потому что движение нисходящая против тренда мы не торгуем все-таки вот могут быть у нас покупки для того чтобы продавать в принципе нужно разбить вот эту вот коррекцию которая сейчас есть вот это вот движение на под волны давайте это с вами сделаем вот он наш наклонный канал получается что для того чтобы нам продавать фунт австралиец нам нужно завершить вот это вот восходящее движение вот это вот синее восходящее движение пробитие наклонного канала после этого коррекция и после этого импульс на предыдущем минимуме ставим сделку на продажу естественно уровне 1 6197 переводим сделку без убыток почему потому что уровень сильный я вам показал в принципе это на v1 можно в принципе спуститься здесь в один не настолько точный поэтому можно перевести сделку без убыток на 16191 опять-таки если будет завершение вот этого вот восходящего движения потому что сейчас она хоть и почти горизонтальная но она восходящая конструкция у нас восходящая которая не завершилась поэтому она должна завершиться хотя бы по одному из трех инструментов это у нас и вот наклонный канал ну пиво здесь будет просто позже вот он наш и вот и откат на индикаторе а у откат b ну его в принципе я объяснять не буду это долго то есть мы должны пробить наклонный канал так по профилю что у нас по профилю интересного здесь принципе были продажи но это мы с вами уже разбирали вот зона максимального спроса прошлой недели мы сейчас находимся именно на ней вот она наша линия поэтому для того чтобы рассматривать покупки нужно в любом случае чтобы цена оказалась выше этой зоны и на ретесте этой зоны можно рассматривать купить то есть мы пробили сделали ретест и пошли вверх такая вот может быть покупка на ретесте 16261 в принципе мы сейчас здесь и находимся также здесь принципе можем пойти вниз но если мы войдем вниз мы разбирали точку входа на продажу на уровне 16189 обязательно переводим сделку без убыток если цена пойдет вниз и закрепиться ниже этого уровня вот кстати как можно сделать прошли вниз пробили этот уровень закрепились и здесь на ретесте 16189 можно продать еще то есть до продать до лица в продаже или сделать свою первую продажу на пятки ниже уровня высокого спроса прошлой недели так по фунту была . входа на продажу по профилю на покупку она не сработала мы покупали выше 13028 помните мы здесь строили наклонный канал но почему выше 1328 выше выше наклонного канала вот выше мы не пошли сразу пошли вниз давайте разберем что здесь была за точка входа вот она в принципе это . входа она банальная ретест зоны прошлой недели вот она наша не прошлая неделя то что мы с вами разбирали предположительную точку входа по фунту ауди только что то есть на ретесте прошлой неделе вот он вот то что у нас произошло на прошлой неделе вот она наша неделя была вот он был ретест то есть мы вышли сделали вышли вниз сделали ретест ретест был очень качественный и здесь на ретесте была продажа эти уровни принципе мы рисовали еще до этого здесь на уровне была закрыта сделка это вот как работает вот эти вот ретесты которые я вам все время в принципе и говорю Как видите, работает очень хорошо. Здесь была продажа, прибыль была неплохой, в районе 100 пунктов. А что сейчас? Сейчас у нас флэт. Сейчас здесь очень-очень сильный флэт. Давайте мы обрисуем зону прошлой недели. Зону высокого спроса прошлой недели. Вот мы сейчас находимся в этой зоне. Поэтому по профилю нам нужно пробить ее, закрепиться уже за ней. То есть сделать ретест уровня 1.29.10. И уже от этого уровня мы можем рассматривать покупки. Опять-таки, какая у нас ближайшая цель? Ближайшая цель – это нижняя граница позапрошлой недели. 1.29.70, как мы видим, уровень сильный. И поэтому он опять-таки себя обязательно покажет. Вот такая у нас может быть цель для покупок. Если мы зайдем вовнутрь этой зоны, на восходящем движении, то с большей вероятностью мы пройдем до уровня 1.30.25, потому что опять-таки здесь высокий спрос в этом диапазоне. И поэтому цена дотянет до туда. Для продаж нам нужно пробить 1.28.46, закрепиться ниже уровня. И на ретесте этого уровня мы можем продавать. То есть пробили, закрепились, продали. Вот такие вот продажи. Что здесь? Здесь у нас есть нисходящая конструкция коричневая. Есть пивот. По волнам. Как мы можем по волнам ее обыграть? Нам нужно восходящее движение. После этого коррекция. И после этого внутри этой коррекции ищем точку входа на покупку. Так вот мы можем по волнам. Она может быть чуть раньше, чем по профилю. Как правило, по волнам происходит вход чуть-чуть раньше. Почему? Потому что по волнам мы можем перейти на меньший таймфрейм и найти такую очень внутреннюю конструкцию, которая даст нам раннюю точку входа. Вот такая вот может быть точка. Для того, чтобы продавать, в принципе, сейчас можно продавать ниже этого уровня. Почему? Объясняю. Вниз есть волна. Предположительно, если у нас это М30, давайте назовем это М15. Так, есть вверх волна B, коррекция. Если мы предполагаем, что у нас движение будет нисходящее, а конструкция у нас на самом деле же нисходящая. Вот, есть коррекция B. И вниз пошла волна A, C, B, C и C. Ну, здесь уже мы подошли к максимуму, поэтому я думаю, что ее стоит отменить. Давайте я сейчас увеличу и замерю по FIBA уровням, потому что здесь получается, что уже C, C верно состоялась. Нет, не состоялась еще вниз. Волна, то есть это A, это B. А лучше, если подойдем кверху. То есть лучше, если мы подойдем, тогда что будет у нас? Вот это будет B, и вот это вот будет C, которая, в принципе, сейчас вот-вот уже сформируется. Вот чуть-чуть, чтобы она подошла к этому максимуму. Если такая ситуация произойдет, что будет очень хорошо для продаж, тогда строим наклонный канал. И уже на пробитии этого наклонного канала, после коррекции, такая подволна A, подволна B и подволна C. Такая вот может быть продажа. Естественно, на минимуме мы переводим сделку без убыток. То есть на уровне 1.28.31 переводим сделку без убыток. Это если мы рассматриваем продажи. По канадцу у нас было восходящее движение вначале. Мы, в принципе, взяли свой профит 161.8 по FIBA. Мы разбирали эту ситуацию, и, в принципе, покупка сработала очень быстро. После этого началась нисходящая конструкция. Здесь была продажа, но мы ее не разбирали, поэтому я ее, в принципе, разбирать, думаю, не стоит. Вот у нас есть сейчас нисходящая конструкция. Уровня H4, вниз волна A, вверх B коррекция, вниз волна C. Вот она наша нисходящая конструкция. И для того, чтобы нам покупать, нам в любом случае нужно завершить эту конструкцию. Мы завершаем конструкцию пробитием наклонного канала, после этого получаем коррекционную волну B. И уже после коррекционной волны B, на внутренней волне C, внутри этой коррекции, мы покупаем. Почему внутри коррекции? Если мы купим на максимуме, то у нас просто останется уже мало для профита, потому что в любом случае по доллару канадцу в районе 161,8-138,2 нужно брать профит. Например, если я натягиваю FIBA-сетку, и у нас будет такая волна A, то я должен буду закрыться на пивоте. Вот он наш пивот, 161,8 по FIBA. Если я войду здесь, то у меня уже останется очень мало для прибыли. Если я войду внутри коррекции, то у меня будет прибыль большая, стоп-лосс будет маленький. Поэтому лучше входить все-таки внутри коррекции. Такие вот могут быть покупки. Для того, чтобы рассматривать продажи, в принципе, тоже желательно завершить, конечно, эту конструкцию. Может быть вот такая вот обратная ситуация, вот такая. Для продажи. То есть мы повысим волновой уровень. В таком случае, вот это будет вся конструкция вниз. Какая-то A большего волнового уровня, например, AH8. Вот это будет BH8. И здесь AC, BC, и вниз пошла CC. Такая вот может быть неплохая продажа. Давайте рассмотрим продажу, если мы не дойдем до наклонного канала, то есть если мы не закончим конструкцию. Вот она, нисходящая конструкция. В принципе, здесь тоже может быть довольно неплохая продажа. Давайте ее разберем. Вот она, клонный канал нашей восходящей конструкции. Что это за конструкция? Давайте конструкцию тоже разберем, чтобы было понятно, о чем я говорю. Вот она, восходящая волна A, нисходящая коррекционная волна B, и вот она есть волна C. То есть вот эта вот конструкция, она состоялась. То есть у нас есть пробитие, у нас именно полноценная конструкция. Что надо для того, чтобы нам продавать? Нам нужно завершить вот это восходящее движение, потому что это тоже движение, и оно восходящее. Мы должны пробить наклонный канал, получить коррекцию, и продать на предыдущем минимуме плюс 2 пункта фильтра. Вот такие вот продажи. Продажи здесь простые, в принципе, логичные, потому что движение у нас нисходящее. С этим спорить невозможно. И вот такие вот могут быть продажи. По доллару и иене что у нас получилось? В принципе, у нас была покупка. У нас продажи не сработало, потому что здесь было вниз движение. Было, потом была коррекция, но вниз пробития минимума не было. Поэтому продажи у нас не сработали. Сработали покупки выше уровня 109.83. Покупки, в принципе, хорошие. Профит здесь получился тоже в районе 100 пунктов. Кстати, было пробитие наклонового канала, завершение вот этой вот нисходящей конструкции. После этого началось сильное нисходящее движение. Опять-таки, по волнам здесь была отличная точка входа на продажу. Те, кто занимается в группе на курсе «Умная торговля», те знают об этих точках входа, потому что, в принципе, они их отрабатывают каждый день. Кстати, в сентябре планируется набор в группу по курсу «Умная торговля», там, где именно я обучаю вот этому волновому анализу, обучаю точкам входа, выхода, ведением позиций и там очень много всего. Поэтому те, кто решился дальше продвинуться в трейдинге, дальше развиваться как профессиональный трейдер, записывайтесь на курс. Для того, чтобы записаться на курс, достаточно, в принципе, позвонить в компанию и об этом сообщить. Или в чате, опять-таки, менеджеры компании вам обязательно помогут. Итак, что нам надо? Сейчас у нас есть нисходящая конструкция. И вот у нас есть, кстати, нисходящая волна, которая не дошла еще до минимума, поэтому не факт, что она нисходящая. Почему? Давайте разберем эту ситуацию. Здесь ситуация очень интересная. Вот у нас нисходящая конструкция уровня H1. Пробитие индикатора вот здесь вот на АО мы пробили, получили коррекцию. После этого пошли вниз. Пробитие наклонного канала у нас было. Пробитие пивота тоже было. Здесь, в принципе, вот эта вот конструкция, она закончилась. Вот к чему я веду. Потому что вот эта конструкция закончилась. И у нас получилась какая-то вниз волна большего волнового уровня. Давайте ее нарисуем. А что сейчас у нас получается? Возможно, это волна С. То есть вот этого всего движения. То есть у нас вот эта вот какая-то волна А, это какая-то Б, и это С. И, в принципе, вот это вот движение нисходящее, может быть, уже и закончилось. Если оно закончилось, то мы можем рассматривать покупки. Давайте попробуем их смоделировать. То есть вверх у нас есть волна А, которая пробила наклонный канал, которая завершила вот эту вот нисходящую конструкцию. Вниз сейчас вот у нас есть уже волна Б. Вот она, волна Б. Почему она Б? Потому что она еще не пробила здесь минимум, и она пока еще является коррекционной. И, возможно, вверх будет волна С. Ну, во всяком случае, очень этого хотелось бы. Как мы можем обыграть эту ситуацию? Нам нужно построить наклонный канал по вот этой вот конструкции. Вот я строю наклонный канал по вот этой нисходящей конструкции. Потому что вот она конструкция, и она нисходящая. Поэтому для того, чтобы покупать валютную пару, мне нужно пробить наклонный канал, после этого получить коррекцию, и на пробитие максимума плюс фильтр равный спреду, и фильтр 2 пункта я покупаю. Вот такие вот покупки. В принципе, ничего сложного в этом нет. Покупки будут выше уровня 109.13. Опять-таки это очень хорошо, потому что мы этот уровень рисовали давно, и уровень очень сильный. Поэтому покупки выше 109.13. Опять-таки ближайшая цель – это 109.83. То есть здесь мы переводим сделку без убыток или закрываем с прибылью, в принципе, кому как удобно. Дальше у нас цель. Вот он наш пивот. 110.34. И последняя цель – это 110.92. Вот такое вот можно получить интересное восходящее движение. Это если мы рассматриваем восходящее движение. Если мы рассматриваем нисходящее движение, давайте, в принципе, эту ситуацию тоже рассмотрим. Если нисходящее, то вот это у нас волна B зеленая. То есть у нас есть вот она A зеленая, вверх есть B зеленая. И вниз пошла волна A. Но здесь, видите, здесь у нас уже сформировалась конструкция, поэтому в любом случае нам нужно ее завершить. Поэтому продажи у нас вот такие. Опять-таки они могут быть внутри конструкции. Как-то вот так вот. Что это получается? Получается, что вот эта вот нисходящая волна A, восходящая коррекционная волна B, это под волна A, потом под волна B, именно вот в этой зеленой, и уже в этой синей конструкции внутренняя волна A, B, и здесь у нас продажи. Вот такая вот может быть продажа. Так, по золоту у нас были продажи. Вы помните, да, что здесь у нас была хорошая продажа, но когда мы разбирали, уже точка входа состоялась, поэтому продать здесь у нас не получилось, потому что где-то вот здесь вот входилась уже цена, уже просто было поздно входить в рынок. А после этого был ретест этой зоны, то есть я сказал вот именно вот на этой точке, что мы уже свое, уже в принципе это движение свое выжило, то есть здесь дальше уже будет идти тяжело, поэтому обязательно нам нужна коррекция. Вот она эта коррекция, которая состоялась, и на ретесте уровня вот этого, в принципе, была хорошая продажа. Опять-таки, что это за уровень? Это уровень 50 по FIBA от этого нисходящего движения. Про 50 по FIBA я вам уже говорил неоднократно, что уровень не очень сильный и отрабатывается очень хорошо. То есть у нас вот оно, это движение, мы его замерили FIBA сеткой. То есть мы натянули FIBA сетку на вот это нисходящее движение. Для чего? Потому что коррекция куда, скорее всего, пойдет? Скорее всего, к уровню 50. Вот оно так и получилось. Коррекция подошла к уровню 50 и пошли вниз. Если здесь на коррекции не продали, то была точка входа внутри восходящего движения, вот этого коррекционного восходящего движения. Постоянно, каждый раз мы с вами это разбираем. Вот у нас импульс, коррекция и вниз импульс. То есть то же самое. То есть точка входа внутри, точка входа на откате B. Пробили, скорректировались, получили точку входа. Вот она, точка входа на продажу. Что мы берем в профит? Как всегда, 138.2, 161.8. Опять-таки, ничего не меняется. Здесь, в принципе, и был взят профит. Сделка была простая. Профит был получен быстро. Сейчас у нас восходящее движение. Как видите, у нас, в принципе, и сейчас. Вот оно тоже продолжается. Давайте уберем эту фибосетку, потому что она нам мешает. Итак, восходящая волна у нас закончилась. Как она закончилась? Она закончилась пробитием наклонного канала. Вот он, наш наклонный канал. И он был пробит. Поэтому сейчас по золоту мы можем рассматривать как покупки, так и продажи. Если мы рассматриваем продажи, то вот она, наша нисходящая волна А. Это коррекция В. Давайте замерим вот эту вот коррекцию. Опять-таки, для того, чтобы понимать, на каком уровне мы сейчас находимся. Для этого на волну А мы натягиваем фибосетку. Все то же самое. Вот он, наш уровень 50. То есть, если мы здесь не пробьем этот уровень, то с большей вероятностью мы пойдем вниз. Но опять-таки, когда нам искать точку входа на продажу? Безопасную точку входа на продажу. Не просто так, чтобы войти. Чтобы это было максимум безопасно. Застроим наклонный канал по вот этой вот восходящей конструкции. Вот он, наш наклонный канал. Для того, чтобы продавать, нам нужно пробить наклонный канал. Получить коррекцию. И на минимуме мы продаем. Вот такая вот продажа. На уровне 100 переводим сделку без убыток. На наклонном канале зеленом можно, в принципе, закрыть. Это будет 123.6 по фибо, тем более, что хороший уровень. И здесь можно уже закрывать прибыль. А если мы рассматриваем покупки, то нам опять-таки нужна коррекция. Потому что сейчас у нас уже восходящая конструкция есть. И мы знаем, когда у нас уже конструкция состоялась. Тогда уже поздно входить. Поэтому для того, чтобы рассматривать покупки. Ну, во-первых, лучше оказаться выше 50 по фибо. Потому что мы знаем, что 50% по фибо. Сдерживает цену. Поэтому, если было вот такое вот движение какое-то. А, Б. И уже выше 50 на подволне. Можно было бы купить. Сейчас покупать, я думаю, не стоит. Потому что, во-первых, мы уже находимся в конструкции. Ну, в принципе, такая же ситуация, как у нас была на прошлой неделе. То есть мы не купили. И что произошло? Мы как раз с вами разбирали эту ситуацию. Вот здесь вот где-то на дне. Мы не купили, и цена пошла вверх. То есть пошло движение вверх. Которое и ожидалось, что оно пойдет вверх. Потому что, ну, движение себя изживает. То есть в любом случае, для того, чтобы получить какой-то хороший импульс, нужна хорошая коррекция. Потому что должны участники рынка зайти в рынок. И тогда будет какое-то движение. Не будет участников рынка. Не будет покупателей, не будет продавцов. Не будет никакого движения. По Apple. Что было интересного по Apple? Здесь было восходящее движение. Вот, помните, да? Мы покупали от уровня 156.53. И также покупали от уровня 154.53. Стопло ставили ниже этого уровня. Здесь были покупки. На максимум была закрыта сделка. То есть здесь была получена прибыль. И что сейчас происходит? Сейчас у нас мы опять спускаемся вниз. Опять к уровню 156.53. То есть больше похоже на то, что здесь рисуется Flat. Поэтому, если мы пробьем вот этот вот минимум на сегодняшнем открытии, что, в принципе, очень даже может быть. Уровень 157.29. То строим наклонный канал. То есть так как Flat, давайте искать какую-то более безопасную точку входа. Потому что раз такие непонятки, значит надо делать так. Или от уровня 154.53 покупаем. Если мы его опять-таки не пробьем. Почему? Потому что это опять-таки будет в районе наклонного канала. То есть здесь могут быть довольно неплохие покупки. Если пройдем вниз, то даже будет хорошо. 154.53. 154.60. Вот так получается. Можно, в принципе, его подтянуть под новый пиво. Вот 154.80. И если мы пробьем наклонный канал, скорректируемся. И получим импульс. Ну, опять-таки, ближайшая цель для покупок. Это наш максимум 162.40. То есть здесь мы переводим сделку без убыток. Или закрываем уже с прибылью. По Facebook у нас нисходящее движение. В принципе, мы опять тестируем все ту же самую зону. У нас здесь ничего не меняется. Акция находится во флете. Мы это видим. Покупок у нас не было. Потому что мы покупали, опять-таки, на завершении конструкции. То есть у нас был импульс. Была коррекция. Но эта коррекция, она оказалась тоже импульсом. Поэтому покупок здесь никаких не было. Продажи я не рассматривал. Опять-таки, помните, да, что продажи строго ниже уровня 163.94. Поэтому по Apple я ничего не делал. Сейчас опять мы столкнулись с уровнем 166.85. И его, как видите, пробить не можем. Поэтому возможны покупки от уровня. Опять-таки, если будет ретест. То есть если мы откроемся сегодня, подойдем к этому уровню. И закроется час. Торговый час закроется выше этого уровня. Там можно будет купить. Если закроется ниже внутри этой зоны. То лучше не покупать. Лучше дождаться выхода из этой зоны. Продажи. То есть здесь, в принципе, у нас ничего не меняется. Потому что ничего не произошло за неделю. То есть продажи ниже 163.88. Сбербанк. Сейчас у нас такая вот коррекция. В принципе, коррекция. Но, что самое важное. То, что в пятницу у нас было вот это вот нисходящее движение. Почему оно могло быть? Ну, во-первых, Сбербанк сейчас потратил много денег. Потому что вы, наверное, знаете о том, что Сбербанк снизил процентную ставку по ипотечному кредитованию. И снизил порог для первоначального взноса до 15%. Конечно, это привело очень много клиентов в Сбербанку. Очень много новых клиентов. Ну, они же раздали деньги. И поэтому, возможно, вот как-то из-за этого. Но, опять-таки, двухсотая скользящая средняя у нас держала цену. Из зоны перепроданности мы вышли. Поэтому здесь у нас больше намечается все-таки покупка. Ну, продажу я, в принципе, по Сбербанку рассматривать не хочу. Когда я буду покупать выше уровня 169.80. То есть мне нужно пробить уровень. Сделать ретест. И можно покупать. Ближайшая цель 175 рублей за акцию. И 178.10. Это цели для покупок. Уровень очень сильный. В принципе, он неоднократно себя показывал. Вот видите, здесь у нас был уровнем сопротивления. После этого мы его пробили. Здесь он был уровнем поддержки. Сейчас мы его опять пробили. И сейчас он является уровнем сопротивления. Поэтому только выше этого уровня можно рассматривать какие-то покупки. Так, Газпром. Ну, Газпром, как и ожидалось. Помните, я говорил о том, что введены санкции, которые влияют именно на Газпром. И эти санкции, видимо, дали вот это вот нисходящее движение. Что хорошего такого произошло? То, что цена подошла к уровню. То есть от 115 за акцию можно было здесь, в принципе, ставить покупку. Сегодня мы открылись с гэпом вверх, но при этом сразу пошли вниз. То есть движение у нас нисходящее и отрицать этого мы не будем. Потому что движение по Газпрому явно нисходящее. И никак иначе. Поэтому лучше... Давайте вот мы сейчас здесь увидим хороший уровень 116.41. Покупки лучше рассматривать, во-первых, выше. Нам нужно, чтобы аллигатор наш повернулся. Выше уровня 116.41. То есть мы должны пробить, закрепиться. Тем самым мы пробьем еще и наклонный канал нисходящей конструкции. И после этого пойдем вверх. Цели для покупок 117.60, 118.80 и 120. Продажи я не рассматриваю по Газпрому, несмотря на сложные времена. В принципе, по голубым фишкам продажи я рассматриваю очень редко. То есть должен случиться какой-то кризис в стране, для того, чтобы можно было продавать голубые фишки. Почему? Потому что все-таки акции очень серьезные. И если мы посмотрим на истории, то они все-таки растут. Кратковременные продажи можно рассматривать ниже 115.07. То есть если цена закрепится ниже этого уровня, то можно рассматривать какие-то кратковременные продажи. Но сильно короткие продажи я не рассматриваю по акциям. Аэрофлот открылся сегодня замечательно. Движение восходящее, хорошее качественное движение. Мы рассматривали покупки выше 207. Помните, да? В принципе, покупки здесь сработали. Сейчас движение опять-таки восходящее. Поэтому на ретесте уровня 211.63 можно покупать. Если мы сейчас корректируемся. И пойдем вверх. На уровне 214 переводим сделку без убыток. Продажи по Аэрофлоту я как не рассматривал, так и не рассматриваю. Потому что Аэрофлот компания хорошая. И у них ничего такого не произошло, чтобы можно было продавать их акции. Также если вдруг что-то такое случится, что мы подойдем к 207. Опять-таки хороший уровень. Можно попробовать продать от уровня 207. Потому что это еще и 200-я скользящая средняя. То есть, если мы к 200-ке подойдем, то можно купить от 200-ки. Так, продаж у меня здесь нет. Магнит. Всю неделю находился нигде. То есть, в принципе, не было какого-то интересного движения. Здесь, по большому счету, магнит находится во флейте. Вот сейчас, кстати, восходящее движение было. Да, мы столкнулись с наклонным каналом. То есть, это показатель того, насколько хорошо работают наклонные каналы. Моя сделка как висела, так и висит. Единственное, я поднял чуть-чуть выше стоп-лосс с прибылью. Почему опять-таки это сделал? Потому что у нас образовался очень хороший уровень поддержки. Очень хороший. 9306. Вот у нас он здесь тестировался, здесь. И там еще на истории тестировался. То есть, уровень классный. Поэтому он как раз и сдерживает продавцов. Когда мы можем рассматривать покупки? Ну, во-первых, от уровня 9306. Если мы спустимся вниз. Можно отсюда купить. И на пробитии наклонного канала. Как видим, у нас нисходящая конструкция эта есть. И вот сегодняшним открытием мы дошли ровно до наклонного канала. И дальше цена не пошла. То есть, наклонный канал сдержал покупателей. И опять-таки, здесь 200-я скользящая средняя. Поэтому глобально все-таки правильно говорить, что движение по магниту нисходящее. Потому что мы торгуемся ниже 200-я скользящей средней. Поэтому лучше оказаться выше 200-я скользящей средней. То есть, ее пробить. И тогда уже рассматривать покупки. Такие покупки более безопасны. Во всяком случае, на какой-то долгосрочной перспективе. Вот мы видим, да, здесь было пробитие. Если бы здесь поставили отложенный ордер на покупку, то он бы просто не сработал и цена пошла дальше вниз. Поэтому 200-я скользящая средняя работает хорошо. Вот, в принципе, других покупок я здесь не вижу. Потому что от уровня 9, 379 покупать, я думаю, не стоит. Потому что уровень, в принципе, слабый. Уровень здесь много раз пробивался. Поэтому его можно будет даже удалить как уровень. Поэтому или от 9, 306, или уже выше наклонного канала, выше 200-я скользящей средней. По Яндексу, что у нас здесь было интересного? В принципе, было восходящее движение. Помните, мы здесь дети разбирали с вами, да? То есть, было пробитие наклонного канала, была коррекция, была покупка. В принципе, то же самое, что мы всегда разбираем. Сейчас у нас движение нисходящее. Поэтому какие-то покупки рассматривать, я думаю, не стоит. Что здесь хорошо? Здесь хорошо то, что движение нисходящее такое, довольно вертикальное, что дает нам возможность построить наклонный канал, который тоже будет вертикальным. Вот он, наш наклонный канал. Что нам надо? Нам нужно пробить его, закрепиться и выше. Максимум предыдущего мы покупаем. Во-первых, мы будем находиться, в таком случае, выше уровня 1785. Мы его с вами раньше рисовали. И, опять-таки, мы завершим вот эту вот нисходящую конструкцию, которую необходимо завершить для того, чтобы пойти вверх. Сейчас у нас движение нисходящее. Нам и аллигатор показывает, и 200-я скользящая средняя нам показывает. Потому что движение нисходящее. Поэтому здесь покупки какие-то я не рассматриваю. Ну, если вдруг спустимся, но это покупки рискованные, потому что покупки против трендов. Если мы спустимся до уровня 1731, то отсюда можно будет купить. Ну, если будет, опять-таки, подтверждение дивергенции и разворотный паттерн, например, тот же молот. Тогда можно будет здесь рассматривать покупки. Продажи по Яндексу я не рассматриваю. Так, ну, впрочем, я думаю, что все. Мы разобрали все, что разбираем постоянно. Поэтому, если есть вопросы, то вы пишите в чат. То есть, если вы не знаете, например, какое-то у вас сомнение по какой-то точке входа, которую мы с вами разбирали. Или хотите разобрать, то есть, вы по какой-то точке входа думали, что будет все хорошо, но получили убыток. Опять-таки, хотите, чтобы я помог вам разобраться, почему вы здесь получили убыток. Потому что, на самом деле, некоторые вещи мы просто не замечаем. Как вот на прошлой неделе мы разобрали продажу, которая была довольно глупой продажей, из-за чего трейдер получил убыток. И вот эти вот вещи я просто могу помочь разобрать, показать. Вы не будете совершать этих ошибок, на чем вы, в принципе, хорошо сэкономите и даже заработаете. Поэтому, если есть вопросы какие-то по аналитике, то обязательно их задавайте, не стесняйтесь. Моя ветка на форуме компании есть. Просто туда пишите, скидывайте скриншоты и спрашивайте. А вот здесь вот так, вот так. А вот что, если сделать так, как вы думаете? Я вам тогда скажу свое мнение. Потому что моя задача, чтобы вы зарабатывали. Для этого я делаю для вас аналитику. Чтобы вы зарабатывали, я показываю, как она работает. И, как видите, она работает. Завтра у нас очень интересный вебинар. Завтра свечи Хейкинаши. Завтра меня просили по Хейкинаши, чтобы я дал стратегию для бинарных опционов. Написал самостоятельно. То есть, такой стратегии нет нигде. Я ее сам, в принципе, создал. Долго просто работал именно с Хейкинаши. И поэтому придумал стратегию. Стратегия хорошая. Ну, во всяком случае, на истории она себя показывает классно. По бинарным опционам. И также будет стратегия по Форексу с работой именно с свечами Хейкинаши. То есть, мы завтра разберем две торговые стратегии. Одна для бинарных опционов. Одна для Форекса. И разберем вообще, что такое Хейкинаши. На самом деле, очень хороший инструмент. Мы об этом поговорим завтра. Всего вам доброго. Профитной вам недели. И до завтра. Пока.